У коллективного Запада сегодня в отношении Беларуси две проблемы. Как обычно, это дураки и дороги. Что касается дураков, то они, по устойчивому мнению Вашингтона, из беглых демократических сил создали диктатуру офиса Тихановской по распилу грантов. Когда нельзя даже чихнуть против лидерки, иначе тебя отменят и запретят эту проблему, они решают передачей всех полномочий их беглому парламенту. Тихановскую в курс уже ввели, так что скоро закончатся ее мучения с этими турне по всей планете с протянутой рукой. А вот касаемо дорог. В Беларуси в следующем году президентские выборы. На них по всему миру Запад выводит своих миньонов на дороги, проспекты и площади, чтобы они махали флагами, кричали, требовали, потом били стекла и прохожих, поджигая улицы. Проблема для Вашингтона такая. Выходить за них на дороги сегодня в Беларуси некому. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. С возрастом мы все становимся сентиментальнее. Наверное, вы помните такую гражданочку, как Ольга Карыч. С этой милой оппозиционеркой, давно живущей в Вильнюсе, мы в 2020-м и чуть позже перебрасывались колкостями. Это было чего уж там весело. Оля, я уверен, ты тоже немного скучаешь по тем временам. Привет тебе. Многие меня спрашивают. На самом деле нет, но так удобно начинать фрагмент текста, когда не знаешь, как натянуть иначе или лень подумать. А где сейчас Карыч? Будет доложено. Ольга продолжает свою борьбу, но уже не против властей Беларуси, а против властей еще недавно так любимой ею Литвы. Потому что гражданку Карыч в августе 2023 года Департамент Госбезопасности Литвы, это их КГБ, обвинил в сотрудничестве с российской разведкой. Карыч собиралась продлить предоставление убежища, Вильнюс нарыл на нее работу на Кремль, отказал, объявил нежелательные в Литве персоны и до сих пор пытается вытолкать женщину в Беларусь. Как удачно совпало, буквально позавчера суд в Бресте вынес ей приговор 12 лет лишения свободы за заговор с целью захвата власти неконституционным путем, руководство экстремистским формированием и содействие экстремистской деятельности. А то непорядочно будет, если литовцы нам Карыч передадут, а срока для нее еще нет. Хотя, если Ольга таки российская разведчица, то мы ей вручим грамоту, значок, дадим с собойку и торжественно, хотя и не публично, отправим в сторону Лубянки. Но дело, конечно, вообще не в Карыч. О том, что всякие Вильнюсы, Риги и Варшавы получили четкий сигнал от Вашингтона не принимать больше белорусских беглых оппозиционеров, а тех, которых уже приняли выдавливать обратно, мы говорили уже с полтора года назад. Скажем так, мы этим благородно предупредили наших оппонентов, что будет дальше. И даже запустили механизм комиссии по помилованию. Потому что очевидно, что Запад не устраивает следующий расклад перед новыми выборами в Беларуси. Деньги на протесты и революции у них есть, но некому их получать и осваивать внутри Беларуси. Минимальный процент сидят по совершенно справедливым уголовным делам. Чуть побольше съехали из страны и особо назад не собираются. Большинство разочаровались в оппозиции за эти четыре года. Из них многие искренне очаровались белорусской властью, лично Лукашенко. Зачищены все западные фонды и НКО. Под контролем все прозападные эксперты. За бортом инагенты из числа адвокатов, правозащитников и прочих либеральных субъектов. А новые еще не выращены, хотя растить их здесь пытаются. Итого. Деньги на революцию в Беларуси есть. Цель такая же смена власти в стране, отрыв от России, вступление в войну на стороне НАТО. Война в Беларуси. А вот воплощать этот план здесь тупо некому. С июля в Литве были ужесточены правила для иностранцев, желающих работать в стране. Если коротко, работать нельзя, если нет вида на жительство. А чтобы его получить, нужно очень сильно постараться. А беглая оппозиция годами не сильно-то и старалась, выезжая в Литву по так называемым гуманитарным визам, якобы спасаясь от режима. Визами этими мимо кассы приторговывали в МИДе Литвы. И, кстати, и там, насколько нам известно, уже это расследует, и скандал будет не меньше аналогичного в Польше. То есть, как было раньше. Вот ты, белорусский оппозиционер, бежишь к границе Литвы и кричишь о том, что за тобой полищук на мотоцикле и собаки с мигалками. Тебе дают специальную визу, которую оплатишь или ты, или фонды за тебя. Но во втором случае тебя заставят потом закрыть рот и участвовать во всех акциях, махать любыми флагами. Параллельно на тебя закрывают глаза власти Литвы, и ты вот как-то устраиваешься куда-то на работу и без вида нажительства. Вот теперь этого сделать нельзя. И вот это сильно все меняет. Уже несколько месяцев, а в последние недели особенно, оппозиционные медиа не скрывают своего презрения к Литве. За то, что отношение ее к беглым резко изменилось от поцелуя в попу до ударов палкой резиновой по тому же месту. Казалось бы, вот приняла суверенная Литва, суверенное решение не принимать более на льготных условиях белорусских беглых имеет право и юридическое, и моральное. А тем, кто уже в Литве, что им делать? У кого нет ВНЖ, пытаться его получить, получать отказ и избегать. Сбегают пока, в основном в Польше, но Варшава скоро примет плюс-минус аналогичное решение. Но самое интересное, что и у тех беглых, кто уже получил вид на жительство, будут проблемки. Потому что с того же июля вводится Вильнюсом еще одно новшество. Решение об аннулировании ВНЖ больше не приостанавливается при обжаловании в суде. Теперь, если такое решение принимается, беглый должен будет покинуть Литву в течение 14 дней. Если этого не случится, его депортируют в Беларусь и запретят дальнейший въезд в Литву. Я поясню. Раньше, если у беглого изымали ВНЖ за какое-то нарушение, или если у ВНЖ истекал срок, а оснований для продления не было, беглый спокойно шел в суд, начинал процедуру обжалования, и это затягивалось на годы. Потому что нужно собрать документы, часть из которых в Беларуси, все узнать, все выяснить и так далее. Заседания всегда переносились, месяцы и годы шли, и все в оппозиции знали, что в Литве эта схема работает. За годы бюрократии беглые спокойно и законно жили себе в Литве, а ради ВНЖ решали вопросы. Или на новую работу устроиться, или эффективно замуж выйти, или еще что-то придумать. Не спеша, с толком и расстановкой. Лавочку эту Вильнюс прикрыл. Но есть нюанс. Вот этого парня зовут Иван Шила. Он типа беглый бизнесмен. Вы все знаете фразу про Шила в попе, и у Ивана действительно проблемы. Потому что он ляпнул то, чего ляпать было прямо сейчас нельзя. Так что ему тут же предъявили представители диктатуры Тихановской. А сказал он публично всего лишь, как может показаться сущий пустяк. А что, если завтра в ВНЖ откажут и откажут массово? Мол, в этом случае снова станет актуальна беглая политика, которая сегодня совсем не актуальна. И люди струйками потянутся в беглый парламент с просьбами решить этот вопрос. И Иван совершенно прав. Во-вторых, действительно вопросы сортировки беглых на правильных и неправильных заберут у Тихановской и передадут координационному совету. Как ожидается, это случится в сентябре-октябре. А во-первых, в видах на жительство массовые отказы белорусским беглым начнутся по всей территории Евросоюза. Не менее массовые эти документы для них будут аннулироваться. Всем им будет запрещено жить, работать, есть, пить и дышать на территории Европы без этого документа. И всех будут массово пытаться депортировать в Беларусь. Это вопрос уже решенный. И верхушка беглых это знает, но молчит. Знают они и конкретные сроки реализации этого маневра к декабрю 2024 года. Вернемся к нашей позабытой разведчице Ольге Карыч, которую не сильно смутил заоченный приговор в Беларуси со сроком отсидки в 12 лет. Мол, она же все равно не вернется в Беларусь. Напишите хоть миллион лет сидеть же ей все равно не нужно. Таких, как она, уверенных в том, что нам их не достать, там тысячи. Некоторые особо смелые даже меряются сроками и шутки шутят. А вот теперь послушайте внимательно вы все. А вот зачем тогда мы заморачиваемся с этими заочными судами и сроками для вас без вашего физического присутствия на заседаниях? Для чего напрягать следователя, прокурора, судью, адвокатов для вас искать, если все равно вы там и навсегда? Да, мы ж не глупцы, чтобы упахиваться тут без реального результата. Но вы, беглые и заочно приговоренные к срокам, допустите вероятность, что мы не просто уверены, а точно знаем, что все вы вернетесь в Беларусь. Не по собственному желанию, конечно, но и не в результате каких-то спецопераций КГБ. Вас нам на блюдечко предоставят власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Испании, Португалии и многих других стран. Это будет им выгодно. И в этом случае наши интересы совпадут. И черные лебеди летят в вашу сторону косяками. Вы просто отказываетесь их видеть. Вы все отсидите свои сроки, это факт. Так что давайте поиграем в прогнозы, которые вот вы так любите. К концу 2026 года в белорусских тюрьмах будут находиться около 80% от тех, по кому за эти годы были вынесены заочные приговоры. Запомните этот эфир, беглые. Меня зовут Игорь Тур и я дополнил тему.